итак сегодня раскрывают тему голодание что такое голодание для меня и вообще что зачем оно надо еще она состоит сразу хочу сказать вам мои любимые что во первых я не призываю никого следовать за мной делать так как делаю я я просто делюсь с вами своей практикой жизненной делюсь тем что я делаю со своим телом в определенные периоды своей жизни та практика которую я показываю 30 летняя бодибилдинга она немножко разнится от той практике которую можно делать в голодании например также меня очень интересуют вопросы духовного характера я свою жизнь интересовался много духовными практиками там и перечитал масса книг включая библию несколько раз под карандаш и и у меня есть свои заключения и свои мысли на определенные вещи напомню вам также что мне все таки 49 лет они 25 и даже не 30 лет до где я могу как-то заблуждаться или ну так скажем чему я это говорю что есть жизненный опыт на который мне можно положиться вот но больше всего меня поражает что я выставил фотографии о голодании и посыпалась кучу масса бестолковых и глупых вопросов и сравнений какие-то дети стали мне писать 15-летний 16-летний что там дядя смит вот об не поможет ли голодание или нет ну то есть я понимаю что аудитория который за мной следит мне конечно это льстит что есть масса детей 15 летних 18 летний которые следят за тем что я делаю но я также понимаю что они не совсем еще созрели для то для той практика которую я преподаю или той практике которой я делюсь с общественностью поэтому призываю вас быть очень осторожными и не следовать слепо тому что я говорю вот потому что я все-таки профессионал в этом деле это что я делаю не каждому подойдет также как я всегда говорил каждый организм индивидуален и каждый организм отвечает по-разному на разные опыты которые мы производим над своим телом значит ребята во первых что такое голодание почему я зацикливаю на этом вопросе потому что большинство из вас даже не понимают что это такое голодание я просто приведу пример у меня в контакте позавчера по моему кто-то написал о там папа смит я тоже голодаю я услышал что ты голодаешь я голодаю уже месяц я сижу на каше и 2 вареных яйца в течение месяца один раз в день питаясь я не не знаю как это воспринимать шутка это или издевательство надо мной но какое же это голодание дорогой мой друг я ему ответил что так как ты питаешься я могу прожить всю жизнь на одноразовом питании ибо то что ты ешь кашу и 2 вареных яйца это извини меня порядка 300 50 400 калорий человек может прожить на этом всю жизнь некоторые святые деды они питаются одним молоком понимаешь день а ты извини меня считаешь то что ты голодаешь конечно у тебя был большой вес ты сказал ты сбросил там определенное количество килограмм но не надо путать карандаш с с перевой ручкой например да какое же то голодание голодание тогда голова отказываетесь полностью от приема пищи полностью от приема пищи не исключая воду вот на воде на воде это уже есть разные способы голодания я одно время интересовался этим и понял что есть очень много сумасшедших людей мире как принципе и в бодибилдинге в любой другой отрасли которые просто напросто болеют определенными моментами ну скажем болеют бодибилдингом болеют легкой атлетикой болеют фигурным катанием болеют там я не знаю балетом также болеют здоровым образом жизни психологи от описывают это разными именами да то есть это отклонение в психике уже вот есть такая книга вадима зеланта называется трансерфинг реальности советую прочитать их всем кто хочет понять хоть что то как работает вселенная это эзотерическая книга и вадим зеланта хоть это звучит как реклама но тем не самым он кибернетик там математика и в принципе кое-что он украл у него доналда волши американцы который написал книгу беседы с богом очень хорошая книга которая читал тоже так вот вадим зелан говорит одну очень важную мысль что нельзя ничему завышать важность нельзя придавать чрезмерно завышать важность своей семье что вот я так люблю свою семью семья это самое главное для меня нельзя завышать что я вот так что у меня сын такой великолепный я люблю нельзя говорить что моя жена самая лучшая я просто прям молюсь на нее потому что вселенная будет работать на вас в обратную сторону то есть все что вы завышаете я хочу стать бодибилдингом бодибилдинг для меня все я качаюсь каждый день у вас никогда не будет результата или вы добьетесь результата но потом пойдет все на спад и все будет работать противоположную сторону против вас почему но почитайте книгу там система маятников это очень интересная вещь кстати но сами знаете да как кто-то говорит я хочу 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 никогда не получит а то то горит да мне пофиг получает все но эта система вселенная если хочешь что-то получить откажись от этого звучит глупо но на самом деле если вы изучаете этот вопрос то вы поймете как раскрывается законы божественные во вселенной построения да так вот голодание это тоже не надо падать головой и биться об асфальт также как при молении да если вы молитесь нельзя разбить лоб потому что вы просто-напросто ушатаете себя надо молиться с умом надо молиться с душой так же как и голоданию надо подходить с умом приведу пример почему я начал голодать ну во первых это долгая история длинная началась она очень далеко назад таки опять в америке это был тысяч до по моему двухтысячный год дела у меня тогда пошли не очень хорошо с бизнесом был очень большой стресс вот у меня тогда уже было двое детишек маленьких на руках вот я потерял бизнес и в общем там проблемы у меня были общем геморроя хватало и в один прекрасный день я тренировался тогда очень плохо тренировался может быть раз два раза в неделю то есть не до тренировок было тогда сплошной стресс был и в один прекрасный день я так понял что все это накапливалось накапливалось стресс был и вдруг у меня начало болеть сердце то есть вокруг сердца щемление было там тяга там вообще там сжимания было не не посильны и поскольку я никогда не испытывал этих ощущений раньше я подумал что что-то не то болело пять минут десять минут там 15 минут я делал разную дыхательную гимнастику я там попил воды я то все ну понимаю что что-то болит вот и поскольку в америке для того чтобы вызвать скорую помощь ты осознаешь что потом тебе придется очень хорошо расплачиваться за это если даже помощь прийти приедет шаровая то на тот момент у меня в кармане не было достаточного количества денег я мог разбрасываться может и в то время думаешь больше о детях там о жене и тому подобное вот я позвонил своему другу который на тот момент жил в городе джексонвилле вот а он работал когда-то медбратом я ему описал симптомы хорошо что он дома был я ему писал симптомы болей которые я ощущал в сердце вот и на что мне сказал так что парень если в течение 10 по моему или 15 минут у тебя не прекратятся такие ощущения на звони в скорую у тебя инфаркт я конечно перепугался потому что все что ему описал он не сказал что это прям но инфарктная состав прединфарктное состояние я положил трубку начал считать время туда-сюда вот и тут мне садануло в голову что надо что-то делать то есть надо как-то поменять жизнь надо что-то конкретно сделать для того чтобы вот прошло именно этот разумеется начал молиться я напугался начал молиться богу и тому подобное сделал такое небольшое посвящение наверное сейчас я уже точно не помню но наверное что-то типа если ты мне поможешь я там обещаю не делать того 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 то но еще удивительное что мне вдруг захотелось поскольку я читал тогда много книг вот и включая голодание там не из россии привозили кучу разного мусора там включая этого малахова не совсем себе андрей или как его там который там лыжи натирает лицо лыжной мазью и тому подобное но тем не менее у меня прям как будто по голове мне кто-то говорит попробуй голодание попробуй голодание я в этот же момент принял для себя решение что я не приму не куска пищи на протяжении нескольких дней и попытаюсь протянуть как можно дольше но на тот момент я отключил все питание в америке и просидел 86 часов как я сейчас помню это чуть более трех суток да вот то сидел на одной воде но что самое интересное что после того как я отключил питание у меня перестала болеть сердце вот скорую помощь я тогда так и не вызвал слава богу вот продержался 86 часов никаких хочу чисто на воде больше ничего не 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 пил ничего не ел вот у меня не было никаких ощущений что мне хотелось жрать у меня не было ощущений что знаете как описываю что я сейчас взорвусь единство что когда вы но это вот первый случай был да так вот после этого трех дневного голодания забыл где у меня находится сердце вообще то есть я не помню что в течение следующих десяти лет я вспоминал где она там щимит или она там гавкает или там шумит какие-то шумы то есть этого не было вообще я понял для себя что в этом что то есть в этом что то есть полезное особенно если правильно подходить с головой и где-то сделать посвящение может быть даже всевышнему скорее всего вот я благодарил тогда небеса за то что вышел из этой ситуации вот так легко ну и для себя я отложил такой момент что надо голодание проводить постоянно то есть как постоянно ну раз в полгода я всегда думал что надо повторить надо повторить надо повторить но жизнь берет свое как всегда мы уходим материальное все вот и вот проблемы человеческие вот и вроде бы когда все жизнь налаживается мы забываем про свои обещания мы начинаем все делать там все опять-таки там квартиры это машины бизнес и друзья там семья все это мы опять уходим и сюда и так далее и уже не и уже забываем про наши обещания которые мы даем кому-то свыше что очень плохо конечно и не оправданно и опасно вот ну и недавно у меня сложились некоторые ситуации такие что я вдруг вспомнил что надо поголодать надо поголодать на год надо попробуйте несмотря на то что в своих видео последних я показывал что я начинаю набирать и хочу подготовиться к весне при максимальном наборе веса но как видите если хочешь рассмешить бога расскажи ему о своих планах то есть у нас получилось так что алексей продолжает готовиться и набирать вес в системе как я говорил бодибилны после 45 мне так пришлось отойти от этого момента и полностью исключить питание я также помолился очень хорошо вот мне я так думаю что господь услышал мои молитвы вот я ушел в голодание сделал кое-какие обещания то есть я ушел не просто в пост а просто ну сухим голоданием это нельзя назвать потому что уходит а значит без воды а я ушел в мокрое голодание без пищи вот в этот раз я продержался 96 часов что я делал утром я вставал оливал себе стакан теплой воды брал 6 капсул глютамина аминокислота кто не знает почитайте в яндексе что это такое я всегда ее очень хорошо рекламирую она спасла меня от аллергии от астматической аллергии и тому подобное вот я выпивал 6 капсул глютамина стакан воды на протяжении всего дня порядка полутора-двух литров воды я потреблял сок я не пил ничего не ел никаких яблок ничего 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 с первого же дня скажу что а до этого я должен напомнить что до этого месяц назад у меня было сильное отравление может то есть подбегла меня голоданию сильное отравление вот отравился неизвестно чем но у меня есть подозрение не буду хаять людей которые там участвуют в этом вот и после того как я месяц назад отравился желудки у меня творилось что-то непонятное вообще ну соответственно стул у меня был не 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 такой как он должен быть постоянные бурление постоянный дискомфорт словом очень неприятно там тошнота некоторые там мясную пищу ешь или не мясную постоянно что-то творится желудки вот это вот сподвигло меня что надо чиститься чиститься конкретно очиститься шлаков и вот я ушел на воду значит первый день обычно что должно происходить у вас по ощущениям если ваш организм не сильно зашлакован то практически кроме легкого желания покушать у вас ничего не должно возникать но если же ваш организм зашлакован страшно что через 24 часа может даже и раньше у вас начинает болеть головная появляться головная боль чтобы не пугались что это происходит это просто напросто организм начинает включать процесс катаболизма пожирание собственного собственного мяса собственного тела причем он начинает кушать чего он начинает кушать с белка потому что белок перерабатывается энергетически только задействует 4 килокалорий для переработки а жир 9 килокалорий а поскольку организм у нас самая лучшая наивысшая машина построена отцом всевышним то разумеется он идет по пути наименьшего сопротивления и сжигает что белок ну а поскольку у меня в организме жир это было не так уж и много маленькие проценты я начал разумеется сжигаться очень быстро и за 96 часов а я просидел 96 часов на голодание я спалил порядка пяти килограмм вот и вынужден был выходить через 96 часов это четверо суток почему потому что чтобы не пугать публику весь я смогу спокойно идти и дальше и в следующий раз буду сидеть наверно дней семь вот ну просто начинаю худеть начинаю страшнеть начинает это все падать люди думают что я там с ума сошел и со мной что-то конкретно очень происходит и летом жутко 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 заболел но тем не менее я это делал для себя это посвящение небесам вот и я относился к этому с духовной точки зрения вот поэтому это не просто животный интерес что я решил про экспериментировать вот так вот сделать и и вот так вот а это именно обдуманный подход вот поэтому малолеткам которые пытаются повторить что-то я это делать не советую и пожалуйста не повторяйте это как говорится дома я обращаюсь к взрослым людям к осознанным людям которые следят за моей практике если они хоть если вы хотите повторить то я вам сказал как я сделал это с теплая вода на протяжении если вы хотите проголодать и прочистить свой организм во первых проконсультируйтесь с врачами и посмотрите нет ли у вас язвы нет ли у вас каких-то кишечных заболеваний и тому подобное потому что если все это у вас есть там больная печень и тому подобное то после того как организм включает катаболизм у вас возможно явные проявления той или иной болячки вот если язвы там до желудке есть также головные боли там тому подобное у меня слава богу все прошло благополучно ну а выход из голодания после 96 часов я просто-напросто пошел в магазин купил себе салатика вот можно выходить элементарно на легкие углеводы на каши вот ничего жесткого нельзя есть я также отказался полностью как я уже говорил от животного мяса также и соображение почему во первых я хотел давно попробовать как мое тело будет реагировать на тренировки без животного мяса без красного мяса вот я буду тренироваться на морепродуктов все прекрасно знают что морепродукты содержит очень много полезного то есть чистого белка в какой-то степени даже высшего чем мясное но тут опять-таки двоякое мнение со всех сторон вот я не говорю что я становлюсь веганом ни в коем случае но про экспериментировать мне очень захотелось и опять-таки подкажу к этому немножко с осознанной стороны и включая духовные практики вот я также начал заниматься дыхательными практиками посмотрим что из этого получится опять-таки друзья мои я делаю это все осознанно я не призываю никого повторять тех кому это интересно я делюсь у себя в контакте и опять просьба такая когда вы пишете мне свои послания сокращайте их как можно максимально меньше пишите пишите конкретно что вы хотите спросить не выкладывайте мне свои фотографии там вашего детства и все ваши биографии не надо мне описывать автобиографию вашей бабушки там или дедушки имейте совесть понимаете кто-то мне написал недавно что если я уважаю своих подписчиков то мне нужно выложить на ю тубе ссылку на мой сайт вконтакте но я не выкладываю это осознанно хотя бы потому что я вам что сто раз уже говорил я не стремлюсь за вашим вниманием не то что за вашим вниманием тех людей которые везде как блогеры понимаете те кому я нужен и кому я интересен они сами придут ко мне вот и мы начнем нормальный диалог и общение вот я не делаю не реклам хотя мы не предлагают масса реклам там расширить аудиторию и тому подобное у меня делается как делается на все все в руках всевышнего поэтому я не буду делать никогда во всяком случае сейчас не буду делать никаких экстра рекламных ты компаний чтобы расширить приток друзей мне и так сейчас их достаточно уже в контакте столько что я не успеваю всем отвечать хотя очень хочу это сделать и также очень прошу чтобы ребятишки которые которым я нравлюсь в плане там берут пример с моего тела там и и вообще-то дети мои прежде чем вы задаете вопрос как избавиться от пузика вот подойти к и если вам 15 14 лет подойдите к своей маме и спросите чем она воспитает потому что мама здесь и папа виноваты в том что у вас сколиоз мама здесь и папа виноваты в том что у вас бока свисают и не задавайте мне таких глупых вопросов как пример кто-то там мне прислал недавно фотографии сверху значит сторону то голый тор своего своего тела обычное тело человека который никогда не занимался спортом и вопрос такого характера как мне у меня руки очень тонкие что мне делать мне хочется сказать что тебе делать выйти из сайта и больше никогда не возвращаться с глупыми вопросами ко мне на сайт потому что видео я снимаю которые вы видите специально для вас и прежде чем вы задаете вопрос пролистайте там даже плейлисты есть там есть система тренировок система тренировок с больной спиной питание какие спортивные добавки я принимаю и потом бодибилни после 45 и разные 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 имейте совесть и имейте желание просмотреть сначала информацию о человеке которому вы обращаетесь а потом обращайтесь и я с удовольствием приму ваши вопросы и отвечу на них а это был папа смит я продолжаю тренировки без мяса делаю это осознанно сижу на море продуктов и увеличил клетчатку а как она будет дальше продвигаться я буду с вами делиться задавайте интересные вопросы и дай бог начнем тренироваться как полагается пока